всем здравствуйте приветствую всех на своем канале простите меня за то что я не закончила свой рассказ о зимнем отпуске в магадане я знаю что многие ждут этих видео к счастью жизнь у меня кипит я пытаюсь успеть в ней все и позаниматься моим любимым хобби куклами и поработать работа и здесь меня нашла и попутешествовать это новые путешествия которых предстоит еще рассказать и помонтировать новые видео обо всем этом и как найти время на все она с каждым днем все сжатие и сжатие но я очень стараюсь и сегодня мой рассказ о последнем не отпуска в магадане я сходила в парк на какой-то праздник но было так холодно что я даже не доставала камеру и быстренько все поснимала на телефон вечером собрала чемодан пыталась него впихнуть подарки на рязани рыбу по которой здесь скучаем и опять новое утро и дорога в аэропорт они не сделаю отдельное видео а пока пока доброе утро с кофе сестричкой с любимой вот такое магаданская от меня . попрошайка катюша магаданка скоро будет рязанка до катюша поедешь вязань с мамой это она сидит дежурит потому что видит что мы завтракать собрались и она тут как тут на дежурстве да в такую погоду нужно 300 шубок и все с застежками упаковаться как капустой не снимать варежки как я это делаю пальчики сразу замерзает доброе утро вам всем с морозного магадана в рязани плюс 0 плюс 1 2 а тут руки мерзнут минус 22 с ледяным ветром ну то есть 25-26 холодно очень холодно поэтому меня надолго не хватит горы снега вот фонарь и почти на пол фонаря вот такая гора и чтобы посмотреть что там нужно вот так заглянусь прошлом году конечно не было столько снега было хорошо морозно но очень ветрено а в этом в этом попроще ветра то нет это уже плюс но нам же пофиг мы поедем туда где 0 градусов и где ты теплую одежду поменяешь на да опять буду без шапки ходить потому что тепло морозный магадан минус 22 с ледяным ветерком сегодня 26 февраля 2023 года мазинный отпуск магадани куда меня занесет еще и в марте каждый месяц куда-то выезжаю и у сережи выезжаем естественно магадан он меня одно отпустил потому что у него работа заодно соскучились друг по другу это здорово ой как красиво здесь этот розовый дом смотрится освещенный солнцем каркает то ли ворона где-то слышали но человек еще нет они прилетят чуть попозже сидят дружненько голуби греются на солнце ничего там тепло да да Бегу. По Морозному Магадану. Рукавичку сняла, Гопро не врала с собой. И вот сейчас иду, и прямо пальчики мерзнут. Сегодня какой-то праздник. Тут видела много народу. Ну, именно по ступенкам постоянно кто-то поднимается. Улица Пролетарская. И время полшестого вечера. В Магадане. Ой, сейчас я. Ааа, руки мерзнут. Если Гопро я могу сказать, выключись и спрячься в карман, то сейчас не могу сказать. И мороз сегодня, последний день мой в Магадане. Посмотрите, как вот здесь все время вот так вот дым стоит. морозный ветерок. Там ветерок, когда ветра нет, он вверх. Так, все, я прощаюсь. Прощаюсь, прощаюсь. Из Магадана, из морозного. Ааа, пальчики, ты мертвец. Купила на завтрак багет. Вот такой вот. Худенький. Маленький. Знаете, сколько он стоит? Хлебный дом. Ну, потому что я немножко отвыкла. У нас там хлеб 14 рублей, 24, 40. Это максимум. 35. Короче, багеты стоят мультизлаковые по 85. А этот, по-моему, 73 рубля. Он такой худой, маленький. Хлеб дороже в два раза. Короче, и хлеб бросишь есть. Шучу, конечно. Вот, иду просто. Мимо бежала, за хлебом забежала и вам рассказала. Ну, хлеб я показывала. Сцены на хлеб в Макадане. Видео про супермаркет Мегамах. Так, все, я уже пришла дует. Так что руки отваливаются. Доброе утро, страна. 27 февраля 2023 года. Мало последнее утро. Магадане из этого зимнего отпуска. Погода. Вчерашняя метель. Метелица устаканилась. Минус 18. Температура теплеет. Ну, то есть падает или наоборот. Или наоборот. Ну, в общем, не важно. Мне сегодня улетать. Я боялась, как бы не замело. Но вроде бы нормально. Смотрите, все беленькое. Вчера было все так грязно. Так некрасиво было фоткать. Смотрите, сегодня как хорошо. Ну, вроде бы как самолеты летают. И вот в это время, в 8 часов утра, мне так нравится, что еще огоньки видны. И часы на башне. Я их до этого как-то прозевала вам показать. Вот, смотрите, посредине красные огоньки и белые справа. Вот это слева часы над ЗАГСом. А справа, где колесо обозрения, это часы на башенке на восходе. То есть, вот здесь такой дом, ну, как бы пятый этаж. И все равно видно, да, сопочка и все, что повыше. Но я пошла собирать чемодан. И домой хочется, и остаться хочется. И все говорят, почему не на дольше. Ну, потому что я же все равно уже в гостях. Я вроде и домой приехала, но у меня дом и в другом месте. Там меня тоже ждут. Поэтому хорошего помаленьку. И хочется и кошки, и к сережке, на свою кроватку. И жду сестру к себе не в гости, а уже приедет летом, надеюсь, тоже вместе со своей кошкой. Так, а я собираю в чемодан, и в путь дорогу снова пора. Птицам снится юг. А сюда, ну, очень надеюсь, что я еще не раз приеду. Если будет возможность, почему бы не прилететь? Как хорошо на улице. Где-то все мне как-то надо запихать чемодан, и чтобы вес был не больше, чем чемодан небольшой. Мороженое, продукция, все это вот рыбка. Оно весит, конечно, хорошо. Так, это сухая корюшка. Еще пакет где-то. Мороженое у меня и корюшка, и семушка, и рыбка, и икорка чуть-чуть. И это на подарки. И варенье дали. Жимлость. Ну, в общем, пипец. Упереть бы. Все от жадности, от жадности. Потому что на год надо наесться. Рыбы, кстати, подарки. Ну, на заказ, точнее, рыжик наш. Магаданский рыжик и пирожное картошка. Ох, утрамбовываюсь. Снова в путь дорогу, пора, птицам снится юг. Я опять на крыло. 27 февраля и отпуск в Магадане пролетел, как миг. Неделя, как один день. И мы едем в аэропорт. Смотрите, как метет. Вот всю эту неделю стояли, ну, я бы сказала, морозы. Потому что было минус 24, 23, 27. На трассе еще больше. На Соколе минус 32. А сегодня, вчера, забила метель небольшая. А когда метель, это значит потепление. И вот потеплело где-то на градуснике минус 17, 19. 14. 14, ого, это вообще жара. Не дождалась я этой жары. Гуляла по морозу. А сегодня едем, вот смотрите. Я так понимаю, что эти места вы все знаете. Это 13 километр. Немножечко вам дороги. И покажу чуть-чуть аэропорта. И поедем дальше. Точнее, полетим. Вот и подошел к концу. Мой зимний отпуск в Магадане. Всего неделя. Но я успела увидеться со многими друзьями. С тем, кто хотел видеть меня. По кому я соскучилась. И это была чудесная неделя. Жаль, что каждый день был такой холодный. А именно в день от лета потеплело. Потому что забила метель. А когда метель, всегда теплеет. Ну и видео об этой дороге. То, что многие ее помнят. И, наверное, помнят каждый изгиб. Каждый камешек. Каждое деревце. Но, правда, за это время все выросло. Поэтому я видео сделаю отдельным. А пока вот едем в аэропорт. Метет. Все белым-бело. Ну, вообще, в этом году очень-очень много снега выпало. И вы это заметили по видео. И это не последнее видео о Магадане. Я там набрела на некоторые видео без темы. Поэтому я чуть позже смонтирую тоже какие-то небольшие прогулки по Магадану. Поэтому видео еще будут. Но пока прощаюсь с вами. Вот мы уже приехали в аэропорт. И здесь ничего не меняется из года в год. Будем надеяться, что скоро построят новый аэропорт. И мы прилетим его посмотреть. Ну и без приключений у меня в этот раз не обошлось. У нас была задержка рейса. И очень большая. Почти на 4 часа. О чем я расскажу в следующем видео. В следующих. Наверное, их будет 2 или 3. Потому что это дорога в аэропорт. Следующее видео это в аэропорту. Задержка. Как мы садились на самолет. И конечно для тех, кто любит летать. Это будут наша земля, облака. Наша красивая планета с высоты. А также Москва, которая встречала меня обратно. Я уже говорю домой. Поэтому спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ждите следующие видео. Делаю их медленно. Но я же их делаю. Ну и прощаюсь с вами. Магаданка, живущая в Рязани. Анжелина. Спасибо, что вам интересно. Пока-пока. И до следующих встреч в новых видео. И не только о Магадане.